Я могу понять тех людей, которые задают, потому что, наверное, для меня это все-таки еще актуально. Те люди, которым сейчас 20-25, они, наверное, знают, что такое «ну, погоди», но они не смогут оценить этот вопрос. Ну, все-таки. Я вам скажу такое, что зачем показывать «ну, погоди». Вот, скажем так, разделим этот вопрос на Россию и Израиль. Мне так проще будет отвечать. У меня есть мои дети, сегодня моему старшему сыну 15 лет. И вот для меня очень важно, очень гиперважно, да, показать ему то, что я люблю. То есть, например, я с детства увлекался авиастроением, да, как я уже говорил. И мечтал быть летчиком, инженером и т.д. и т.п. То есть, я тоже с небесами сейчас занят, да. У меня небесное занятие. И мне очень важно, чтобы мои дети понимали, что я люблю. И поэтому я там им рассказываю про своего деда, который занимался этими самолетами Як-3 во время войны и т.д. И они таким образом строят со мной какой-то, как на юридике это называется, кэшер. То есть, связь на уровне… То есть, они понимают, что я люблю. То есть, если вам нужен «ну, погоди», для того, чтобы ваш ребенок и вы, у вас была какая-то общая тема для разговора, тема для обсуждения какой-то, чтобы создать какую-то чувственную связь, так смотрите «ну, погоди», нет в этом запрета. Но если задуматься по поводу «ну, погоди», не будем трогать нашего любимого «ну, погоди», возьмем Тома Джерри, например, да, то когда мы видим, как там издеваются над бедолагой Томом, то если мы хотим… Абсолютно жестокий мультик. Да, так если мы хотим, чтобы наши дети воспитывались на том, чтобы они в комедии положения смеются над тем, что над каким-то живым существом издеваются, и оно страдает, и ему больно, и плохо, мне кажется, это не самый лучший материал, на котором мы хотим воспитывать детей. Поэтому ответ, как всегда, неоднозначный. Мы же евреи, мы же никогда не можем сказать… Почему же? Ответ такой. Ответ очень назначенный. «Ну, погоди», да, Тома Джерри, нет. Ответ такой. Если вам не с чего выстроить с ребенком связь, кроме «ну, погоди», пусть будет хотя бы «ну, погоди», связь с ребенком важнее всего. Но если у вас выстраивается связь через… Поезжайте с ним, поиграйте в футбол, в баскетбол, сходите с ним в бассейн, поезжайте, у меня есть друг, который ездит со своим ребенком и показывает ему, как растет клевер, да, у него ребенок, которым нужно вот такой, выйти на природу, и они ходят с папой, собирают полевые цветы вместе, да, вот это вот лучший способ построить с ребенком отношения, чем «ну, погоди», это мой ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова